Что ж, друзья, Новый год уже на пороге. Совсем скоро наступит 2020 год и поэтому по многочисленным просьбам я сделаю обзор на всю мою пиротехнику, которая только у меня есть. Также плюсом сегодня мы пройдемся по городу, по магазинчикам и посмотрим, что можно купить, какую пиротехнику на разные суммы. 300 рублей, 500 рублей и 1000 рублей соответственно. Так что ролик обещает быть мега жарким. Сразу лайкос всех с наступающим и погнали ко мне, наверное, в квартиру. Добро пожаловать в мою квартиру, ребята. Нахожусь сейчас на своем рабочем месте, грубо говоря, где я выкладываю видосы, делаю картинки, монтирую Макс все видосы у меня. В общем-то здесь монитор, микрофон для озвучивания закадрового голоса, камера для стримов. Да, ноут стоит, он за место системника, потому что экран на нем разбил, пистолетом прострелил. Висят здесь у меня две кнопочки, ребята, золотая, серебряная, в общем-то все по классике типичного ютюбера. Здесь у меня диванчик, на нем я сплю, отдыхаю, столик. Здесь мы с друзьями сидим, чилим. И самое интересное, планы по захвату мира все пишу я на этой доске, ребята. Розыгрыш петард, который будет в этом ролике смотрите от начала до конца, попозже расскажу условия. И самое что интересное, ребята, вот они мои все петарды. В тикток записывал видео, говорю прям серьезно, но это немного, но просили все заснять полноценный обзор, так что сегодня мы его заснимем. Давай начнем, что, по порядку, с малого, с первых корсаров. У меня их вот сколько штук, ешкинки свет, ребята, посмотрите. Так, тут уже вторые в бой пошли, а не, подожди, это первый. Ну, в общем-то, что, сейчас обустроимся и начнем снимать. Ну, вот такие, в общем, первые корсары, они, в принципе, и в Африке первые корсары. Есть вот такие потолще, есть вот потоньше уже, смотрите, это все первые корсары, у них разные размеры. Есть вообще вот такие мини-пачечки, типа, ребят, по 10 штучек. Помню, раньше такие покупал и неплохо на Новый год их бахал. Вот такой вот первый корсар русская пиротехника. В принципе, фирм очень много, достаточно большое количество. Есть вот таких первых корсаров, почему-то у меня три пачки, наверное, надо с имус-бокса такую будет по-любому запихать. Давайте сейчас это сразу сделаем. Чик, оформили, в общем-то, ладно. Переходим ко вторым корсарам. Вот они, вторые корсары. У меня их тут тоже. Достаточно большое количество таких две пачки, даже запечатанные. Монстр от Максэм, Тартуга от Фаворит даже есть. Ну, в принципе, вторые корсары, они, как говорится, тоже в Африке вторые корсары, тоже самое есть. Тоже какие-то побольше, какие-то поменьше, но, в принципе, размер одинаковый. Так, вот, третьих корсаров у меня почему-то в этом году как-то не очень много. Всего тут сколько? Шесть пачек. Ну, в общем-то, они у меня есть. Да, также тут такая шуточная пиротехника, типа, хлопающие шарики. Вот такие штучки, это тоже, типа, хлопающих шариков. Чеснок. Чеснок, кстати, можно долбануть, да? Одну штучку, допустим, дома. Задолбулись, потом убирать, ребята, это все. Также есть вот такие вот у меня растяжечки, достаточно прикольные для пранков их использовать. Пытались как-то им пранкануть Саню, но нифига не вышло. Они, кстати, довольно громко бахают. Давай сейчас одну протестируем, ни в коем случае не повторяйте. Блин, сейчас будет громко. У-у-у, ребята, ну не сильно громко, но достаточно, как такая, типа, хлопушка. Пневма, что-то наподобие этого срабатывает. Довольно-таки неплохо, короче, гремучий бамбук также. А, он пустой почему-то. Ну, мы его в топе 100 каком-то тестировали под миской. Так, тут змейки вот такие есть. Вот такая вот шутиха. Лимонка, типа, с чекой. Не знаю, сколько здесь штук. Пачку взял. А то у меня как-то давно вообще не было. Вот сейчас они будут появляться периодически. Так, ну это было с первого по третьего корсара. Переходим, давайте плавненько дальше. Смотрите, здесь уже петарды более мощные получаются. Мощность примерно шестого-четвертого корсара. Вот, четвертые корсары. Это все, которые у меня, грубо говоря, на данный момент присутствуют. У меня раньше было видов пятнадцать четвертого корсара. Но в последнее время что-то подуменьшились. Как-то выпуски, что ли, объемы. Есть вот такая петарда Magnum. В принципе, тот же четвертый корсар, только с фитилем. И более, как по мне, качественный. Также есть вот такая Explosive P20 красная. Тот же самый, грубо говоря, Magnum. Они вообще одинаковые. Только это. Ну, немного разные, блин, по цвету и по названию фирм. Вот такая корсарка, кстати, что-то я ее купил и в роликах-то вообще слабо использовал. Ну, примерно мощность даже ближе к шестому корсару. Вот такой шарик. Внутри вот такая небольшая петардочка. В общем-то, как-то так надо будет их тоже закинуть в цимус-бокс. Давай штучки четыре вот так вот сыпану. Даже пять. В принципе, они неплохие. Также есть вот такая вот коробочка. Здесь такие рассыпные петарды, которые уже пачки, в принципе, ну, осталось по пару штук. Вот такие P2000 немного осталось. Вот такие пиратки есть. Стробоскопчик. О, смотри, доблестная. GFB1000. Она, короче, вот эта P1000 мощнее вот этой P2000, прикиньте. Потому что это более старая партия. Это уже новые какие-то пошли. Также вот такая петарда, Тропик. Наверное, последняя осталась. Раньше, помню, часто использовал, потому что целый вот такой блок. 36 штук, что ли, там было. Смотри. Есть вот такие вот новые от русской пиротехники. Пятый, шестой корсары. Ну, не особо они как бы мощные, но, тем не менее, имеет место быть. Пятый такой корсар. Шестого 12 штук такая пачка. Обычно шестые корсары по 6 штучек. Ну, где-то она вот такие пачки делают. А здесь, блин, такая здоровая пачка. И плюс, смотри, сколько здесь места свободного, да? То есть, обычно пачка как раз она вот такая вот где-то шестого корсара на 6 штук. Ну, здесь их 12 впихнули, пачку увеличили. О, патриотка вот такая есть. Русский салют, не помню, что стоит. Но в этом ролике мы еще походим по магазинам. Давайте сейчас, наверное, отправимся в магазин и узнаем, что можно купить за 300 рублей. Какие петарды, что можно вообще выбрать нормальненького. Да, друзья, сейчас мы узнаем, что можно купить на 300 рублей в обычном пиротехническом магазине. Че, я думаю, блин, первый корсар по-любому будет. И, возможно, что-то даже помощнее. Погнали. Ну, вы че, короче, я в шоке, что можно купить на 300 рублей. Пачка первого корсара стоит 120 рублей. Но там был пятый, который был просрочен. Это нокаут, абордаж вот этот. Он стоил по 150 рублей. В общем-то, как-то так. Пулеметная лента на 100 бахов 500 рублей. Че, там какие-то космические ценники, ребята. Давайте протестим лучше какой-нибудь другой магазик. Посмотрим, че, где там. Может, что-нибудь надыбаем. Что ж, друзья, посетили другой не сетевой магазин. Там уже ценник был слегка пониже и выбора было побольше. Давайте расскажу, что вообще по ценникам. Там первый корсар стоил 100 рублей. Мы его брать не стали, потому что вы сами видели, сколько у меня первых корсаров. Есть вот такой вот третий корсар. Стоит он 70 рублей. Есть вот такие, типа, тоже третьего корсара, я думаю. По 6 штук. Один на 2 баха, другой на 3 баха. Стоят они оба по 50 рублей. То есть, вот на 300 рублей можно купить, допустим, вот такой вот набор. Кстати, есть вот такие петарды от АС. Они стоят 180 рублей. Ну, выглядят как шестой корсар примерно, не знаю. В следующем ролике будем их обязательно, все эти петарды, тестировать. Надеюсь, будут мощные. Стоили за 3 штуки 180 рублей. Конечно, ценник растет. Вот. Четвертый корсар 240 рублей стоил. Раньше, я помню, с четвертой корсары стоили по 120 обычно. Смотрите. Вот так вот он выглядит. Даже белый. Я первый раз такую белую петарду встречаю. Картон даже никак не окрасили. Я вообще в шоке. Также шестой корсар. Ну, это последняя партия. Стоила 600 рублей за 6 штук. Это очень дорого. Я считаю, раньше они стоили 240 рублей за 6 штук. Я вот помню, когда цены все были нормальные. Ну, и из мощненького. Вот такой вот супер бульдог, да. Стоил он 290 рублей. Это не оригинальный. Не знаю, насколько он будет мощный. Такой я вообще ни разу не тестировал. В общем-то, в следующем ролике про тесты мы узнаем. И также вот такую петарду за 340 рублей взял. Вот она реально мощная. В принципе, я считаю, что она своих денег стоит. Потому что бахает довольно-таки неплохо. И что мы имеем? Допустим, такой вот набор. Четвертый корсар за 240. За 340 600 рублей. И, допустим, можно, в принципе, на 1000 рублей достаточно неплохо разгуляться. На 500 рублей можно, допустим, купить какую-нибудь такую мощную петарду. Или четвертый корсар, я бы даже лучше взял. И каких-нибудь мелких. Плюс хлопающих шариков я бы набрал. В общем-то, как-то так. Ни в коем случае, конечно, не повторяйте. Ни к чему не призываю. Вся пиротехника только с 18 лет. И с соблюдением техники безопасности. Обязательно ее читайте. На всех нормальных сертифицированных продуктах это все указывается. В общем-то, как-то так. Так, также пятые корсары. Ну, на них не написано, что это пятый. Ну, FT-1000 в конце 5 намекает, что это пятые корсары. По размеру это пятый. Фирма. Фаворит. Есть вот такой вот нокаут, он с фитилем. И есть также вот такой вот абордаж. Он уже идет у нас с намазочкой. И это вот единственные такие самые популярные пятые корсары. Также есть вот такая супер-пиратка в прошлом ролике со стиральной машиной. Ее тестировали. В принципе, неплохо себя проявило. Ладно, переходим дальше. Да, здесь шестых корсаров не было. А вот здесь они уже будут присутствовать. Смотрите. Есть вот такая РК-1000. Она же марганцовка. Раньше они были, как по мне, гораздо лучше. Они тоже продавались. Мне они нравились. Примерно она вот что-то по тысяче. Сейчас они немного похуже стали. Есть вот такая. 20 штук было. Петарда Плутон. Помните, я спрашивал название, как она называется. Потому что на самой Петарде... Ну да, здесь как-то слабо написано. Давненько ее не использовал. Надо будет взять в ролик ее. Так, смотри, что тут еще у нас. Вот такой вот Гром-1. Помните, я говорил, что Гром-1, он длинненький такой, да? И видите, вот он. Это длинный Гром-1. У меня их две пачки. Почему две? Потому что мне, короче, в интернете заказывал. И, короче, походу, какой-то Петарды не было. Хотя говорили, что все у них на складе есть. И отправили вот такую пачку Грома-1. Ну ладно, что поделаешь. Имеем то, что имеем. Следом же идет Гром-2. И Гром-2 почему-то меньше Грома-1. Не знаю, с чем это связано. Кто знает, напишите в комментариях. Ну, в общем-то, как-то вот так это все дело выглядит. Гром-2, Гром-1. Так, вот она неплохая, кстати. Петарда тут сколько? 20 штук тоже. Называется вот так. С вами видите, большой праздник. Наверное, тоже старые еще партии. Но по ценнику она, короче, нормально выходит. И по мощности выходит. Так что, ребят, если увидите где-то в большом празднике, у них фирменные сети, да? Вроде они по всей России. И вот, короче, Петарда-бомба. Нормальная тема, ребята. Ну, неплохо жахает за свою цену. Если они там рублей 15-20 за одну штуку, то, в принципе, это, я считаю, нормально. Ой, Бакс, капец, от духа ты, говорит, умирает. У меня тут, ребята, увлажнитель воздуха. Кит стоит. Ну, Кит, я вот так это кличку ему дал. Вообще увлажнитель воздуха. За 950 рублей в прошлом году брал. Нормальная тема, смотрите. 54% влажности, это, в принципе, нормально. Если меньше 40, ну, где-то даже, если вообще меньше 30, то это не очень хорошо есть для здоровья, для слизистых. И, в общем-то, в сезон отопления незаменимая вещь, короче, в квартирах. В общем, за влажностью советую всем следить. Короче, есть вот такой Nightwolf от Ripplex. Вот так вот он выглядит. Вообще не очень мощный, да? Где-то по мощности примерно, как вот этот 6-й Корсар, наверное, будет. И, кстати, надо прям между собой будет сравнить 6-й Корсар против вот этого Nightwolf, потому что мощность у них одинаковая, ну, слабенькая. О, вот такой есть супер-узрыв. Фирма, кстати, что за фирма, какой-то Ундон, непонятный дракончик такой. Ну, достаточно такая неплохая петарда, относительно мощная, как полноценный 6-й Корсар. 6-х Корсаров тоже, кстати, уже нету, да? Потому что, ребята, кто не в курсе, вот где старые петарды? Бах, там еще какие-то всякие. Ну, все про Бах в основном спрашивают. Все, прикрыли производство. И сейчас вот, ну, попозже я еще вам покажу на примере, расскажу вот про P9000. Вот так вот пачка выглядела, да? Ну, знаете, вот эта вот петарда, она у меня, кстати, последняя. В общем, попозже все расскажу подробнее про эту тему. Ну, знаете, что в Китае приняли закон, где запретили производство каких-то там мощных петард, то ли больше двух грамм, то ли больше грамма. Короче, непонятно. Есть также вот такая петардочка амба, типа конфетки. Последнее время она что-то у нас бракованная, частенько бывала. Ну, в общем-то, она у нас присутствует. Если она бахает, то бахает довольно-таки неплохо. Так, здесь уже такая гора образовалась. В принципе, согласись, Макс, петард немного. Короче, мы были в 2020 году в Краснодаре. Кто, ребят, помнит, как меня подписчики там доставали. В общем, петард было тысяч на тридцать. Большой вот такой ассортимент, примерно 8 таких полок. И, короче, из-за коронавируса нам пришлось быстро улетать. Не смогли найти и отправить, потому что есть небольшие трудности с отправкой петард. Поэтому я розыгрыши каждый ролик не делаю. И, короче, нам пришлось их утилизировать и выбросить. Такая большая потеря была. Ребят, в общем-то... Ой, как-то так. Ладно, давай сюда перейдем. Ну, здесь уже начинается полная жара. Здесь десятые корсары, восьмые корсары и вот такие, допустим, не особо крупные, но довольно-таки мощные экзенкары. Это P23. Кто ее помнит, наверное, прослезится. Мэтт Бульдог. Тоже что-то его больше не могу, кстати, найти в магазинах. Возможно, это последний. Как и Супер Крекер. Вот. В общем-то, вот такие у меня запасики тут остались. Кстати, вот они по 23 еще. Орыхи тут все немного. В общем-то, не суть. Смотри. Есть вот такой вот Смерч-10. Он уже пустой. Есть вот такой вот Корсар-10, который я купил за 1000 рублей. Ребят, прикиньте, на ценник не посмотрел. Ну, конечно, там в том ларике меня просто ободрали. На самом деле. Так. Тоже. Ладно, выкинем. По три штуки. Ну, мощность у них такая средненькая. Смотрите. Есть вот такой вот Смерч-1. Фаворит Пирогрупп. Неплохая довольно-таки петарда. Конечно, единственное, что бы я сказал. Фитиль подлиннее на сантиметрик. Лучше бы они сделали. Как по мне, он немного коротковат. Есть также вот такой Смерч-2. Давай сейчас по размеру сравним. Мы уже в топе 100 под миской сравнивали их, да? Да, они даже по размеру одинаковые. Только фиолетовая. Здесь более красная. И по мощности они плюс-минус тоже вообще равны. По ценнику, кстати, я, честно говоря, не помню, как они там, насколько различаются. Ну, в общем-то, как-то так. Смерч-1, Смерч-2. Да, ребята, тут уже другой уровень. Восьмые корсары. Смотрите. Есть вот такая вот петардочка болид. Ну, в принципе, как восьмой корсар я его называю. Но по мощности он такой посредственный, не особо мощный. Осталось у меня всего их две штуки. Наверное, больше их даже брать я, скорее всего, не буду. Есть также вот такой вот ультрабум. Это GFTS-3. Смотрите, вот такое на пачке, ребята, продается. Осталось у меня их три штуки. Вот так выглядит. Ну, в принципе, такой восьмой корсарчик. Ничего примечательного. Тоже не особо мощный. Так, смотри. Есть вот такая целиковская пачка. Дум-бум на 2 грамма. Есть также на 4, но у меня уже, ребята, нету. Потому что, как я уже говорил в ТикТоке, я не коллекционирую петарды. Я их просто покупаю для роликов. Купил, допустим, пачку одну. Там 4 их штуки. Отзрывал на 4 ролика там. Все, больше я уже могу к ней не вернуться. Или уже могу ее больше не найти. И, в общем-то, как-то вот так выходит. Так что, если бы я их коллекционировал, у меня, естественно, видов гораздо больше. Было бы около 200. А так здесь около где-то сотни. Есть вот такой вот малый ахтунг. В принципе, неплохой достаточно. Идем дальше. Есть вот такая Land Minos. Это вот такие вот петарточки, ребята. Вот так они выглядят. В принципе, неплохо бах. Вот я бы дал даже мощность 10-го корсара где-нибудь. Также у меня есть вот такие две. Но это я для фотографий такие использую. Потому что они более красивые. Вот эту, кстати, можно уже утилизировать. Вся пошарпанная такая. В общем-то, ладно. Разберемся с этим попозже. Так, что там у нас дальше? Вот такая вот Gorilla Boom от TK Service. Ну, в принципе, неплохой 8-й корсар. Даже ближе к 10-му по мощности уже уходит. Также, ребят, вот такое количество китайских петардочек. Да, вообще мне нравится. Во-первых, у них фитиль. Видите, какой толстый, здоровый, длинный. В общем-то, нормально. И бахает достаточно зачетно. Так, здесь у меня какие-то пришельцы загулявшие. Новиночки тоже. P3000. Не так давно она у меня появилась. Вот так она выглядит. И P4000. В таком каком-то снежном стиле. Хотя нет, здесь африканский. Здесь больше снежный. Вот эта P4000, она со свистом, эффект. А P3000 у нее эффект фистер. Так, тоже тут отщепенец у меня. Взрывной капитан. GFK-01. Блин, дизайн вот. Мне нравится чисто дизайн. Молния ярко-желтая. Петарда ярко-красная. В принципе, неплохо. Фитиль. Вроде ровный, никакой не гнутый. В принципе, зачет. Нормально. У меня там остался вот такой вот пакетик с непонятным содержимым. Ребята, спросите, что это? Ребята, тут легенда. Это петардочка GFK-06. Тоже ее больше не могу найти. Кто ее помнит, однозначно лайкос. Из них, блин, капец, сыпется порох. У них какие-то заглушки не особо, чтобы особо качественные были. Но по мощности, ребята, она вообще была зачетная. К сожалению, больше тоже то ли не выпускают, то ли что-то не делают. Смотрите. Все, остались тут у меня самые мощные петарды. Ну, к ним слегка попозже. Давайте сейчас вот в этот отсек заглянем. Здесь у меня всякие приблуды. Есть страйкбольные. У страйкбольных единственный минус есть. Они очень быстро заканчиваются. Потому что посылку только заказал на 10 тысяч. Через пару роликов ее уже как и не бывало. Так. Это для картинок. Я их в основном использую. Вот такие вот у меня. Жутки всякие разные есть. Супер вжик. Подписчик сказал, что вот этот супер вжик, который зеленый, он типа с эффектом искры. А если вот здесь красное дно будет, то будет с бахом. Прочитал я твой комментарий, братан. Спасибо. Буду узнать в следующий раз. Вот такой вот факел есть. Не помню, зачем он даже мне нужен. Петарда Шухер. Это третий Корсар. На 6 бахов примерно. Пулеметная лента. На 100 взрывов. Вот такой вот блиц. Треугольники. Стробоскопы. Тут ракета из ролика, блин, с бюджетными салютами и всякими петардами. Кто не видел, ребят, подсказочку вверху оставлю. Еще вот такие вот жуки. Дымовухи. Дымовухи. Так, три штуки осталось. Ну, в принципе, неплохо. Это шумомер у меня. Так, для некоторых экспериментов использую. Вот такая розочка. Вот такие жуки. Такие жуки. О! Также вот такая петарда. Но это больше тоже с эффектом. Она знает, что мощность у нее. Потому что слабая. Испанка. У меня даже, смотри, что я обнаружил. У меня вот это из старой партии. Видите? Давайте сейчас вместе с вами это все посмотрим даже. Вот. Видите, у нее какой фитиль. Это старая партия. Фитиль у нее был достаточно короткий. А вот это уже новая партия. Видите, заглушка здесь уже другая. И фитиль заходит уже вот сюда. Кстати, их можно будет между собой протестировать. И вот эта модернизация, она гораздо лучше, потому что фитиль длиннее стал. И время, в общем-то, срабатывания больше. Давайте их возьмем обязательно в следующий ролик, который выйдет на Новый год с тестом всех этих петард, ребята. Так что подписывайтесь, чтобы его не пропустить. И, скорее всего, если уже Новый год наступил, то вы его можете прямо сейчас зайти посмотреть. В общем-то, давайте их возьмем в этот ролик. И между собой протестируем. Вот так, отложу их подальше. Да, друзья, все, перешли к самым мощным петардам. У меня их, конечно, не особо много. Так, здесь тоже какая-то коробочка непонятная. Смотрите. Есть вот такая вот P9000. Помните, я вам говорил про P9000 такую и про новую партию. Что в Китае прекратили производить мощные петарды. Вот эта петарда произведена в Китае еще была. В общем-то, кому интересно, можете на паузу поставить, почитать, где она была произведена. Вот так вот она выглядит. Довольно-таки неплохая, мощная, с эффектом искр. Тоже ее протестируем в топе 100. Потому что все, пачка последняя, петарда в ней тоже последняя. Вот такая P9000 есть. Это уже новая. И это российское производство. Салют Юг, короче, тоже довольно-таки мощная. Фитиль, в принципе, у нее нормальный. P9000. А есть вот такая вот P8000. И она у меня, короче, в руках немного сработала. Ребята, кто на Инстаграм подписан, тот, думаю, видел. Видите, у нее какой-то фитиль. Не особо, чтобы особо какой-то качественный. И, в общем, он моментально просто как-то сработал. И жахнула она, грубо говоря, в руке. Так что, блин, не знаю, что там могло пойти не так. В общем-то, ни в коем случае, конечно, не повторяйте. И мощную пиротехнику лучше вообще не тестить. Есть вот такая P8000. У нее тоже, ну вот, смотри. Я даже опасаюсь этих фитилей. Российское производство. Вроде бы все так хейтили, типа, Китай. Вот, китайская петарда. Да-да, ребята, вся пиротехника, большинство раньше в Китае производилось. И даже вот эти все качественные, они все были китайские. Просто там не важно, что там русский фейерверк. Это просто марка, бренд. А производство может быть совершенно, понимаете, разное. Так, смотри. Есть вот такая Карамба. Не знаю, продается она еще или нет. Тоже, скорее всего, да, это в Китае была произведена. Довольно-таки неплохая петардочка. Вот такие конфетки. У меня их сколько тут штук. Надо будет ее тоже положить одну в Цинусбокс. Обязательно. Так, в общем-то, еще одна пачка P9000 у меня тут есть. Да, петард мощных совсем немного. Смотрите. Есть вот такой вот Думбум 50. В тесте в одном мы его тестировали. Там, к сожалению, 18+, на этот ролик прилетело. Ну, в общем-то, не суть. Тоже, смотри, да. Фитиль. Я бы его, наверное, даже обрезал и не знаю. В общем, небезопасно очень тестировать. Обязательно обращайте внимание на фитили. И, конечно, соблюдайте всю технику безопасности. Читайте инструкцию. Есть вот такой вот супер бульдог. У меня его осталось сколько? Всего лишь три пачки. И также есть тоже вот такой супер бульдог. Ну, это вообще какая-то подделка. В принципе, довольно-таки мощная. Но вопрос к фитилям. Очень было много браков, когда я его тестировал. Вот обращайте внимание на фитили. Если такие фитили, я бы не рекомендовал. Потому что, что это вообще за фитиль? Фиг понять, как он горит. И достаточно много брака, короче, с этими фитилями именно было. Ну, и по мощности он послабее будет. Вот такого оригинального от Triplex. Ну, раза в два, наверное, точно, ребят, будет послабее. Да, друзья, вот такой вот обзорчик получился. Говорю же, ее не особо много, серьезно. Но, тем не менее, мне хватает для того, чтобы собирать интересные топы, снимать видосы. Да, друзья, по поводу Цимус Бокса. Просто поставьте этому ролику лайк. Подпишитесь на канал. Напишите любой комментарий от пяти слов под этим роликом. Можете просто поздравить с Новым Годом. Поделитесь этим видео с друзьями. И, возможно, именно вам удастся выиграть этот Цимус Бокс. Также обязательно условие. Это вам должно быть в 18 лет. Или чтобы ваши родители, если что, смогли со мной связаться. Обязательно нужен человек, которому есть в 18 лет, ребят. В общем-то, как-то так. Скоро тест всей этой пиротехники будет на моем канале. Так что подписывайтесь, проверяйте колокольчики, чтобы этого не пропустить. Можете зайти на канал, посмотреть предыдущие ролики. Потому что многие из этих петард в моих роликах уже используются. Ну а с вами был Цимус. Всех с наступающим Новым Годом. И всем до встречи. Пока-пока.